друзья всем большой привет вы на канале вяжем дома и сейчас в этом видео я хочу показать вам как связать и вот такой вот красивый ажурный узор не узор очень понравился он шикарно смотрится в полотне это пряжа отлично к нему подошла вяжется несложно раппорт большой 22 петли в ширину 24 ряда в высоту он не запоминается ну так постоянно надо в схему подсматривать ну вяжется там все несложно главное не перепутать ну и по схеме не перепутаете как увидите что ну поймете где где-то ошибка то что поймете сразу же поймете что где-то есть ошибка сразу же знаю что много будет вопросов что это за пряжа из чего я вижу там не вот такая вот бобинная пряжа от фабрики джинджи филате артикул называется сильвера здесь идет 500 метров на 100 грамм состав 70 процентов каретный меринос и 30 процентов шелк пряжа шикарная ниточка тоненькая вижу на спицах три с половиной она отлично раскрывается после стирки вот здесь у меня он стиран и уже выдает пушок такой коротенький через за все полотно пряжа делается прям как кашемирование очень-очень легкая расход свитера думаю что будет маленький и так давайте покажу как вязать этот узор первый ряд узора вяжем следующим образом сейчас у нас идет коса переплетением в косе две петли нужно оставить на спицах на дополнительные спицы перед работой провязать следующие две петли затем петли которые мы отложили переодеваем на спицу на левую и их также провязываем лицевыми провязали далее 1 изнаночная и опять он у нас идет переплетение в косе две петли надо оставить за работой пересняла оставила за работой далее мы вяжем 2 лицевые 1 2 и петли которые мы оставили за работой мы их переснимаем на спицу на левую и провязываем тоже лицевыми 1 лицевая 2 лицевая кончик все затем по рисунку 2 изнаночные 12 затем нам нужно сделать накид и провязать две петли вместе с наклоном ли влево я первую разворачиваем вот таким образом и провязываю две петли за заднюю стенку одной лицевой провязали опять делаем накид и опять две петли вместе с наклоном влево петлю развернула и 2 вместе провязала за задние стеночки 1 лицевая теперь нужно провязать две петли вместе с наклоном вправо вот эти две петли за передней стеночки провязываем вместе одной лицевой провязали накид и еще раз две петли вместе с наклоном ловно вправо 2 вместе за передние стенки накид и 1 изнаночная мы это провязали раппорт 1 ряда далее повторяем вот этот вот рапорт из 22 петель еще три раза провязала первый ряд до конца далее второе это у нас четный ряд все четные ряды 2 4 6 8 так далее у нас вяжутся по рисунку схемы для них нет смотрите если у нас идет лицевая вяжем ее лицевой 1 2 3 4 идет изнаночная вяжем изнаночной опять идут лицевые вяжем их лицевыми идут изнаночные вяжем их изнаночными накидом и провязываем лицевыми петельками так чтобы образовывались у нас дырочки все вяжем так по рисунку до конца 2 ряда а второй ряд провязала вяжем третий ряд кстати в первом ряду я немного ошиблась и там надо начинать не с перекрест перехлёстов косе а с изнаночной петли я сейчас перевязала вот как по схеме сначала изнаночные где-то и потом перехлёст в косе я на видео это помечу итак давайте вязать третий ряд 1 изнаночная всегда ряд начинаем там изнаночные заканчиваем изнаночной затем 2 лицевые далее две петли вместе с наклоном вправо 2 вместе за передние стеночки провязали накид 1 лицевая накид 2 петли вместе с наклоном влево развернули петельки и 2 влево провязали затем 2 лицевые 2 изнаночные 1 2 затем 3 лицевые петли 1 2 3 накид 3 петли вместе надо провязать 1 лицевой вот эти три все три надо за передние стеночки провязать 1 лицевой и вот как расправить их затем накид 2 петли вместе с наклоном вправо накид 1 лицевая 1 изнаночная это раппорт 3 ряда далее повторяйте его сначала сначала вот эти 22 петли до конца ряда и так вяжем пятый ряд 4 я провязала как все изнаночные чего как все четные ряды то есть по рисунку и вяжем пятый ряд 1 изнаночная 1 лицевая 2 петли вместе с наклоном вправо накид 3 лицевые 1 2 3 накид 2 петли вместе с наклоном влево развернули провязали 2 провязали 2 влево 1 лицевая 2 изнаночные 2 лицевые накид 2 петли вместе с наклоном влево 1 лицевая 2 петли вместе с наклоном вправо накид 2 лицевые 1 изнаночная это мы провязали раппорт 5 ряда вяжем повторяя раппорт до конца ряда 6 ряд вяжем по рисунку вяжем седьмой ряд кромочную крюкому что маркер перебросили и начинаем вязать 7 1 изнаночная 2 петли вместе с наклоном вправо 1 накид опять 2 петли вместе с наклоном вправо 1 накид 1 лицевая накид 2 петли вместе с наклоном влево накид 2 петли вместе с наклоном влево 2 изнаночные затем 3 петли лицевые 1 2 3 накид 3 вместе 1 лицевой 3 вместе провязали накид 3 лицевые 1 2 3 1 изнаночная провязали довязываем седьмой ряд до конца восьмой ряд вяжем по узору вяжем девятый ряд здесь вначале идет ни одна изнаночная от петь вместе 1 изнаночной в 2 вместе подцепили и провязали 1 изнаночной затем накид 2 вместе с наклоном вправо накид 3 лицевые 1 2 3 накид 2 вместе с наклоном влево накид и 2 вместе 1 изнаночной скрещенной смотрите нам вот эти две петли надо снять на правую спицу как при лицевом вязание подрасти но их немножечко вы их снимаете 2 вместе вот так за передние стенки сняли и переодеваете на левую спицу получилось что мы их развернули и провязываем 2 вместе 1 изнаночной петлей все затем 1 изнаночная 4 лицевых 1 2 3 4 1 изнаночная 4 лицевых 1 2 3 4 и 1 изнаночная провязали рапорт 9 ряда 9 и потом 10 по узору рапорт 11 ряда 1 изнаночная накид 2 петли вместе с наклоном влево накид 2 петли вместе с наклоном влево 1 лицевая 2 петли вместе с наклоном вправо накид 2 петли вместе с наклоном вправо накид 2 изнаночные затем у нас будет здесь перехлёст в кассе 2 петли отложить на вспомогательную спицу оставить перед работой вяжем следующие 2 лицевые петли возвращаем эти петли на левую спицу тоже вяжем лицевыми 1 изнаночная затем 2 петли откладываем на дополнительную спицу и оставляем за работой вяжем 2 лицевые 1 2 и затем вот эти вот две петли возвращаем на левую спицу провязываем лицевыми 1 изнаночная вяжем 11 ряд повторяя этот рапор до конца и затем 12 по рисунку вяжем 13 ряд 1 изнаночная лицевая накид 2 петли вместе с наклоном влево накид 3 петли вместе 1 лицевой так накид 3 вместе все расправили накид 2 петли вместе с наклоном вправо накид 1 лицевая 2 изнаночные затем 4 лицевые 1 2 3 4 1 изнаночная 4 лицевых 1 2 3 4 1 изнаночная все это раппорт 13 ряда вяжем 15 ряд 1 изнаночная 2 лицевые петли 1 2 затем накид 2 петли вместе с наклоном влево 1 лицевая 2 петли вместе с наклоном вправо накид 2 лицевые 2 изнаночные затем у нас опять идет в перекрещивание в косе 2 петли оставляем перед работой провязываем следующие 2 лицевые и затем отложенные 2 лицевые передеваем на левую спицу и провязываем их 1 изнаночные следующие 2 лицевые переснимаем на дополнительную спицу оставляем за работой вяжем 2 лицевые петли возвращаем на левую спицу и провязываем их лицевыми 1 изнаночная все это раппорт 15 ряда вяжем до конца 16 ряд по узору и так вяжем раппорт 17 ряда 1 изнаночная 3 лицевые 1 2 3 накид 3 петли вместе одной лицевой накид 3 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 петли вместе с наклоном вправо накид 1 лицевая накид 2 петли вместе с наклоном влево 2 лицевые 1 изнаночная все вяжем повторяя до конца ряда 18 ряд по узору вяжем 19 ряд 1 изнаночная 4 лицевых 1 2 3 4 1 изнаночная и опять 4 лицевых 1 2 3 4 2 изнаночные петли 1 лицевая 2 петли вместе с наклоном вправо накид 3 лицевые 1 2 3 накид 2 петли вместе с наклоном влево 1 лицевая 1 изнаночная все вяжем 19 ряд до конца вяжем 21 ряд 1 изнаночная здесь перехлёст в кассе 2 петли оставляем перед работой 2 лицевые затем возвращаем эти петли на левую спицу и провязываем лицевыми 1 изнаночная 1 изнаночная опять перехлёст 2 петли снимаем на дополнительную спицу оставляем за работой провязываем 2 лицевые возвращаем петли на левую спицу и вяжем их тоже лицевыми затем 2 изнаночные 2 петли вместе с наклоном вправо накид 1 лицевая накид 2 петли вместе с наклоном влево накид и опять 2 петли вместе с наклоном влево 1 изнаночная все провязали раппорт 21 ряда и так вяжем 23 ряд перебросили маркер 1 изнаночная затем 4 лицевые 1 2 3 4 1 изнаночная 4 лицевые 1 2 3 4 1 изнаночная затем 2 вместе 1 изнаночной изнаночной именно не лицевой а изнаночной накид 2 вместе лицевой вправо накид 3 лицевые 1 2 3 накид 2 вместе с наклоном влево накид и 2 вместе 1 изнаночной скрещены опять снимаем их как лицевые сняли на правую спицу затем переодеваем обратно на левую они у нас вот так развернулись и провязываем 1 изнаночной все это мы провязали 23 ряд вяжем до конца 24 по узору так закончил я 24 ряд все мы с вами вывязали полностью один узор раппорта высоту вот так вот интересно он получается далее вяжите на необходимую вам длину и будем убавлять петельки вязать манжет